Другим темам. У председателя Нижней Палаты Парламента Нурлана Нигматулина обнаружили коронавирус. Сейчас он на самоизоляции. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Мажелиса. Это не первый случай заражения среди депутатского корпуса. Ранее COVID-19 обнаружили у Бекбулата Тлеухана. Кто еще из высокопоставленных лиц находится в зоне риска? Об этом готова рассказать моя коллега Фариза Булатбек. Фариза, добрый день. Спасибо, Альвира. Если говорить о спикере Мажелиса, то в пресс-службе Палаты Парламента пояснили, что Нигматуллин строго придерживался карантинных мер. В последний месяц он работал дистанционно, за исключением дня пленарного заседания. И перед каждым заседанием Нурлан Нигматуллин проходил тестирование на коронавирус. До сегодняшнего дня результат был отрицательным. На прошлой неделе спикер Мажелиса дважды встречался с главой Минздрава, чтобы обсудить возвращенный сенатом проект кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. И не исключено, что Нурлан Нигматуллин заразился от министра здравоохранения. Кстати, состояние самого Ежана Бертанова оценивается как среднее. Он сейчас находится в одном из столичных стационаров и продолжает работать удаленно. В таком же режиме сейчас приходится работать главе Кабмина и еще троим коллегам Бертанова. Напомню, что пять дней назад премьер-министр Оскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбулскую область. В составе этой делегации, помимо главы Минздрава, были министры образования, сельского хозяйства и экологии. Все они, включая главу Жамбулской области Бердебека Сапарабаева, сдали тест. У них результаты отрицательные. А буквально накануне Нурлан Нигматуллин подписал постановление о созыве совместного заседания Палат Парламента. Оно состоится 22 июня. И вот теперь возникает вопрос, как будет проходить это мероприятие. Спикер Мажелиса и премьер, который вместе со всеми министрами должен был отчитываться перед парламентом об исполнении бюджета за прошлый год, находится на самоизоляции. Этот вопрос мы, кстати, адресовали пресс-службе Нижней Палаты Парламента. Ну а сегодняшнее же пленарное заседание провела вице-спикер Гульмира Исимбаева. Депутаты затронули очень актуальный вопрос. Саможелисвумен Мируэрт Казбекова заявила о жалобах граждан на отказ в госпитализации и нехватку тестов. Заверения Мездрава о том, что все в среднем по стране мест в клиниках и защитной оперировки хватает, вызывают только критику. Потому что чиновники ссылаются на статистику, а люди ссылаются, сталкиваются с конкретными ситуациями. Но это наши граждане, которых государство обязано защищать. Больше всего жалоб на нехватку тестов на коронавирус, даже несмотря на их цену в 15 тысяч тенге. При том, что многие выживают без доходов уже три месяца. Даже в Нур-Султане очередь на сдачу теста нужно занимать за два дня. Результаты выдаются не своевременно. Сообщение об очередях поступает из Алматы, Чимкента, Павлодара, ВКО Туркестана. Согласно статистике, за прошедшие сутки заражены более тысячи человек. Из них почти 700 бессимптомные носители. Их, кстати, отнесли в отдельную категорию и теперь в общей статистике они не учитываются. В целом количество инфицированных 15 542, число поборовших инфекцию 9 647. К сожалению, ковид-19 унес жизни 88 казахстанцев. Эльвира. Спасибо, Фариза.